Алло, добрый день. Алло, здравствуйте, кто это? Здравствуйте, уважаемый клиент, уведомляем вас о наличии проблемной задолженности. Мы готовы помочь вам предоставить консультацию и обсудить возможные варианты погашения задолженности для соединения с менеджером. Оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте, подсказала Валерия Анатольевича. Возможно услышать или передать информацию? Да, слушайте, пожалуйста, вот он я. А что надо сказать? Что вы хотите от меня услышать? И зачем вам это нужно? Вы это или не вы, или передадите вы ему информацию, или вы не знаете такого. Господи, что за набор слов? Да я, это я. Вы, да? Я? А как, у меня нет никакого раздвоения личности. Вот он, я сижу. Обеспокоит вас долговое агентство Дельта-М, Валерий Анатольевич. Да елки-палки, что там с вами? Да! Валера, можно просто Валера. Долговое агентство беспокоит вас Дельта-М, специалист по работе с проблемной задолженностью Наталья Владимировна Иванова. Вам звоню по поводу кредита, мегакредит. У вас здесь задолженность имеется в размере 32 330 рублей. Скажите, планируете ли нет погашать данную сумму? Нет. Вообще не планируете? Что это за? Знаете, я вот это самое, иду за пивом, написано «Пиво нет». И внизу «Вообще нет». Потому что некоторые идут и спрашивают на конкретный вопрос «Нет». «Вообще нет?» Так вы точно так же. «Вообще нет?» «Частично нет». Я сказал «Нет». А где? Кто где? Пиво? Пиво по вашим кредитам. Да я просто привел аналогию. Потому что я когда... Спросила ты меня... Ну, ты соплячка по сравнению с собой. Ты спросила меня, планируете или нет? Я тебе четко, конкретно ответил «Нет». Ты говоришь «Вообще нет». Ну, Гарри, я тебе привел пример. На вы, потому что я вам не хамила. А что такого? В Америке, понимаешь, вообще нету такого и чего вы оборота. Вы. У них там «Ю». Это значит «ты». Мы в России. И что теперь? И слово «ты» — это хамство, по-двоему. Я вот... Знаешь, сколько? Много лет в моря хожу. Много лет в моря хожу. Был в разных странах. И там... Ну, что нам мешало погасить кредит, если вы были в разных странах. Быть в разных странах высоко... Вообще связи не вижу. Вообще связи не вижу. Ты что, там набор слов каких-то зачитываешь, что ли, или что? Девочка. Ну, а зачем ты это делаешь? У них кредит установил вам дату для погашения задолженности до 27 февраля. Если вы такой суммы не располагаете, 32 тысячи, 330 рублей, вы можете проплатить хотя бы частично. Учитывая 91 день просрочки, это... Слушай... 32 куска, что ли? 32 куска, да я в день столько зарабатываю. Это покупшая задолженность. В день столько зарабатываю. И чтобы отдавать какому-то там проходимцу со слов какой-то соплячки, которая мне звонит... Берете у проходимца кредит. Потому что он проходимец. Потому что проходимец должен быть наказан. Как говорил Глебушка Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме. В наше время проходимец должен быть наказан. В тюрьму их сейчас не садят. Минкредит оставляет за собой право для обращения в суд, изыскания вашей задолженности в судебном порядке. Я ему тоже это право разрешаю, оставляю. Передай там ему, этому своему... Как бы, как бы, как бы, бедняга. У тебя какое образование? ПТУ? Никакое. Никакое? Отлично, это чувствуется. Ну хотя бы в школу ты ходила? Или в интернат какой-нибудь? Я ходил. А при чем здесь аксерское мастерство мое? Какие еще разные волоса? Отчаясь. Какие еще разные волоса? Девушка, тебе не в школу? Денег нет. Денег нет. Денег много. Денег много. Много. Тогда минимальный платеж 2850 рублей. Слушай, дорогая, в школу, ладно, ты не ходила, но тебе надо к психиатру сходить, это точно. К психиатру. Человек, который решает... После вас. Вот, вот что-то похожее на логику. Вот так обычно можно еще. Так пролазит. Вот такой вот... Тюк, речевой оборот. Конечно, значит вопрос будет решен, да, я так понимаю, на 2850. После того, как ты мне на электронную почту справку принесешь, то ты обследовалась. Что тебе сделали... Какое-то имеет отношение от вашего кредита. А, вот слышишь, что ты несешь. Да, вот такая дамочка, друзья мои, комментировать нечего. Обычный стандартный переговорный процесс с коллекторами. Морячок повеселился. Ну, не так часто он выходит в эфир, но так или иначе. Понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А если по-серьезному, ссылочка в описании видео, в описании, простите, этого ролика на наш сайт. И там есть инструкция, алгоритм работы кредитных юристов, кому нужно под юридическую защиту. Также ссылочка на группу ВКонтакте, пожалуйста, вступайте. Если вам удобнее за нашим творчеством следить через социальную сеть ВКонтакте, это вы сможете сделать, так как все ролики дублируются. Не забывайте о том, что коллекторов бояться не нужно, если вы не можете платить, вы не обязаны это делать, просто нужно все сделать по закону. Если для вас это непонятно, и новости, если вы недавно на нашем канале, в первую очередь подпишитесь на наш канал, и во вторую очередь посмотрите видео на нашем сайте. Все подробно рассказывается, почему, как и почем. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. Счастья вам, здоровья, финансового благополучия. До свидания.